Проходя, переосмысливая все эти события, которые сегодня есть, мы с вами помним историю, когда прибыло к нам ЮНЕСКО, и была первая конференция в Киево-Печерской лавре, а также в одном из учреждений города. Тогда ЮНЕСКО вместе с Министерством культуры, с директором музея, они одобрили деятельность монастыря и сохранение памятников архитектуры. На основании чего сегодня нам приписывают грехи Министерство культуры и музей, говоря о том, что мы неправильно храним объекты наследия всемирного. Далее возникает мне вопрос. Вот сегодня, что о том, что мы имеем какие-то выясновки комиссии, которые были у нас в лавре. Я вам хочу сказать, дорогие братья и сестры, они апеллируют вами, что это все народное. Ни одного окончательного исследования или решения решения не было ни одной комиссии. Никто мне не представил. Они приходили сами. Ну и КРУ сказала, что они не нас проверяли, а проверяли музей. Поэтому я только читаю письма, которые нарушают практически все законы государства. Почему-то указания. Я уже говорил, если это все народное, так почему вы забираете у народа? Уже в 17-м году было все народное, только народ получился в Сибири, в ссылках, в тюрьмах, расстрелы и тому подобное. Может быть, нужно над этим задуматься и не делать угоду другим господам, которые командуют. Мне, конечно, не так было бы смешно, если бы это не было плачевно. Ну, пропал паспорт. Я его обыскал, но дома не нашел. Нужно было сообщить в органы соответствующие паспортного стола, чтобы никто ничего нигде этим не воспользовался. Я вчера пошел просто побеседовать и расспросить. Написал заявление, утери паспорт. Ну, и тут уже я не помню, какой такой умный, наглый человек. Да нет, потому что, если ты культурный человек, если ты журналист, то какая-то есть этика поведения. Меня стал фотографировать. Я говорю, вы спросили у меня разрешения? Он быстро убежал. И тут же мне присылают сразу друзья, присылают мои подьяконы о том, что вроде бы я пришел в паспортный стол для того, чтобы сделать паспорт. Очень быстро я закончил работу, вроде бы я оформляю паспортные все данные. Вот. И убежал. Я уезжаю с родственниками за границей. Я вас уверяю, льветники, я не уеду до тех пор никуда с Украины. Я не собирался. Пока не отпою всех вас. Потому что это вся брехня настолько надоела. Я свободный гражданин своей страны. Имею право прийти в паспортный стол, имею право зайти в другие инстанции нашего государства. Но так вести себя, вы еще называете журналистами, я знаю журналистов. Это просто отрабатывание денег. А мне все равно, что вы будете о мне говорить. Абсолютно. Для меня что скажет мне Бог? Первосвященники и книжники на Христа говорили по-разному. Я ни в коем случае не сравниваю себя. Но Христос, Спаситель мира, дал точный указ. Гнали меня и будут гнать вас. Засовывали меня и будут засовывать вас. Поэтому, если я преступник, так почему бы это не сказать? Потому что мне угрожали, что со мной нельзя идти на компромисс. Я человек не компромис, а да. Я человек правды и истины. Что касается веры, догматического учения и церкви, и моей стороны. Что касается каких-то других вопросов, да, есть экономия в церкви. Если ты нарушил пост или не постился, могу допустить к причастию. Но кощунство в священном писании, в церкви, в церковном никакого случая не может быть. Мне прямо заявили, что вы должны уйти, должны уйти семинария, председатель церкви, да и кантоне. А монахи могут оставаться. Я все прекрасно понимаю, друзья, к чему вы клоните. Но в Епифании нет монашествующих. Те, которые от нас перебежали, подтоптанный, и то за обиды, что я не дал им архимандрит. Не за что было человеку давать. О них скажет еще история, как когда-то об Иуде сказалось. Скажет еще о каждом тех, которые предали и предают и обществу, и людей. Я навел пример. Когда-то в советское время я покрестил людей, но я не писал книжку записи, потому что говорили, когда то, что священники предают КГБ, то, дашь, не мой, людей снимали с работы, исключались в партии, этого не делал. Я просто записывал такого-такого числа покрестил. Когда мне начали со всех сторон тормошить, я сказал, что есть для этого паспортный стол, есть ЗАГС, есть другие службы, которые занимаются регистрацией или смерти, или венчания, или появлением человечка в жизни. Ну, они начали, а их было человек, наверное, с 8, там, и угрожать. Это был 1990-й год. Ну, и они ушли ни с чем. На второй день приходит один из этой команды человек, и говорит, батюшка, я пришел к вам, хочу похрестить, чтобы мне похрестили ребенка. Я говорю, что смеетесь? Вы другим образом решили прийти ко мне, чтобы вызвать возмущение в наших доблестных службах. Нет, говорит, я пришел к вам по правде. Если вы не предали вчера человека, которого вы покрестили, родителей знатных и государственной службы, то если завтра придут, вы меня не сдадите им на растерзание. Эти слова меня поразили. Я покрестил ребенку, человеку, и на том мы разошлись. Ну, и за выселение братьев. Мы не боимся вас. Мы были и остаемся гражданами своей страны. и мы остаемся здесь по-видимому навсегда после ваших слов, после ваших действий. Вы поменяетесь, недолго осталось. Потому что вы подводите президента, вы подводите общество, и вы рекламируете себя, что вы пришли от людей. Я знаю от каких людей, потому что это были только одни слова Порошенко, то, что вы мне говорили вчера. И я с ним встречался дважды в администрации президент, когда будучи президентом. Одни и те же слова, только чуть-чуть другой интерпретации. Поэтому не стоит вам этим заниматься. Кто встал против Бога, он всегда будет посрамлен. Не сегодня, а завтра. Поэтому сегодня мы терпеливо ждем. Завтра будут множество людей. У нас будут по служению. Я вам говорил, еще раз скажу, люди сами должны быть. Я никого не агитировал и не буду агитировать, так как мне говорили. Вот вы сказали. Я ничего никому не сказал. Я даже не читал послание синода, потому что могут много перефразировать, вязать, но пускай люди вы говорите, что это все народно, пускай люди сами защищают себя. Ваши запугивания нас, вот мне, я знаю, что блажение, что вы сами говорили вчера, доложим все эти обстоятельства. Снимите Павла. В чем? Чтобы вам хорошо было захватить все к Филарету, или это раньше было, сегодня Епифания. Каждый брат имеет свободу выбора. И мы ничего не нарушили, поэтому как сказано в Евангелии царя Кесаря, апостол Павел говорит в послании. Мы будем требовать все же международного аудита, проверки хранилищ, пускай проверят, у меня много есть подозрений, сохранение корпусов, оценку деятельности всех. говорят, что вот придет служба там не знаю какая, будут нас выкидывать, то я обращаюсь к нашим воинам, которые служат, подумайте, что делается в нашем обществе. Я обращаюсь к милиционерам, службе безопасности, ДСУ, я там не знаю всех, вы будете выступать против нас, которым крестили, венчали, которым помогали, за которым сегодня молимся, будем молиться, потому что одному два человеку не нравится, что мы есть. Я хочу вам сказать всем, мы не есть московская церковь, не есть московский патриархат, мы есть украинская православная церковь, каноническая, наравне всех поместных церквей. И обращаюсь и протестантами, и католикам, и униатам, ну и все, кто верует и не верует, друзья, если нами начнут и начали, думайте, что будет с вами, вы что же исповедите Христа, начнут, только если они думают, что они справляются с Святой Церковью, ничего им не удастся, но постараются вас уничтожить, потому что антихрист дышит в шею, для того, чтобы уничтожить даже имя Христа. Вот поэтому не делите на своих и чужих, мы должны быть все едиными, граждане нашей страны. Не надо угрожать вчера ночью, мне звонят, вас все ночью вырежут, придут, убьют. Друзья, я никого не боюсь, потому что я вас люблю. Я за них молюсь, чтобы Господь помог им спасить. Поэтому то, что вы на меня скажете, это ваше право. А что сказать мне Господь Христос? Это другой вопрос, вот это для меня самое главное. Пускай Господь мира, любви, терпения и всех благ поможет каждому нам разобраться самим в себе. А те, которые сегодня делают такие чвары в обществе, покайтесь, пока не посетил вас меч Божьи Божьего отомщения, взявши меч от меча погибнейшей. Эти 200 человек монахов только здесь, а их нас более 5000, они не хуже люди, они свет миру и соль земли. Они спасают и умудряют миллионы. На всех призываю Божьи благословения и дохранит вас всех Господь. Божьи 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 Божьи